Добрый день, уважаемые абитуриенты, уважаемые родители, все интересующиеся нашим университетом и сегодня, в частности, факультетом английского языка. Позвольте вас поприветствовать от нашего факультета. Я декан факультета английского языка Анжелика Георгиевна Калинина, и сегодня со мной заместитель декана по учебной работе Татьяна Дмитриевна Силонова. Мы постараемся рассказать вам максимально полезную и нужную информацию о нашем факультете, убедить вас, что вам стоит попробовать поступить на факультет английского языка и получить тот результат от обучения, который вы ожидаете. Итак, наш факультет один из самых больших факультетов в университете, в лингвистическом университете. На факультете реализуется пять направлений подготовки. Я расскажу о каждом из этих направлений подготовки. Первое, самое традиционное, то, с чего, собственно, начинался наш факультет, это направление подготовки лингвистика и профиль, который мы реализуем, теория и практика, теория методика преподавания иностранных языков и культур. Преподавание на этом профиле имеется в двух вариантах. Первое, это с первым английским языком и со второго курса начинается второй иностранный язык на выбор немецкий, французский или испанский. И с прошлого года мы начали реализацию по этому профилю с первым испанским языком. Вот набор прошлого года показал, что мы не ошиблись. Интерес к испанскому языку, к профессиональному владению испанским языком есть. И год студенты проучились успешно. Таким образом, с первым испанским языком со второго года начинается изучение английского языка. Но здесь я должна пояснить, что результаты единого государственного экзамена мы принимаем, конечно же, по английскому языку, потому что по испанскому практически пока никто не сдает. Но если таковые имеются, то мы, конечно, готовы зачесть результаты ЕГЭ по испанскому языку. И еще один профиль по этому направлению, по направлению подготовки лингвистика, который мы начали реализовывать также в прошлом году. Это теория и практика межкультурной коммуникации. Здесь интерес и наш, и интерес абитуриентов был сосредоточен, наверное, как на английском языке, но также и на китайском языке. То, что мы предлагаем. Первый язык английский, второй язык китайский. По направлению подготовки лингвистика набор ЕГЭ следующий. Это английский язык, русский язык и литература. Второе крупное направление подготовки на нашем факультете – это педагогическое образование. Здесь мы готовим учителей. Начинали мы только с учителей английского языка. И это направление подготовки, педагогическое образование реализовывалось с одним профилем. Здесь основной язык английский. Но вот уже несколько лет у нас еще реализуется педагогическое образование с двумя профилями. А именно английский и итальянский языки, и английский язык, и русский язык, как иностранный. Это тоже бакалавриат. Это тоже направление подготовки, но срок обучения здесь 5 лет. Следующее направление подготовки – это филология. Мы реализуем профиль технологии преподавания филологических дисциплин. И на этом направлении мы готовим специалиста такого широкого гуманитарного профиля. Потому что здесь идет подготовка как по английскому языку, по русскому языку, как родному, по русскому языку, как иностранному и по литературе. Еще одно направление подготовки, которое востребовано очень нашими абитуриентами – это реклама и связи с общественностью. Здесь два профиля подготовки – реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере и реклама и связи с общественностью в государственном и муниципальном управлении. Разделение на профиле начинается на третьем курсе, поэтому поступают все просто на направление подготовки, рекламы и связи с общественностью. Основной язык – английский. В качестве факультатива мы предлагаем достаточно большое количество иностранных языков. Факультатив бесплатный. И на втором курсе студенты могут выбрать тот факультатив, тот иностранный язык, который их заинтересует еще в дополнение к английскому языку. И пятое направление подготовки – это туризм. Профиль называется «Услуги в сфере туризма». Также востребованное направление подготовки. В учебном плане по этому направлению подготовки у нас два иностранных языка – английский язык и немецкий язык. По тем результатам единого государственного экзамена, которые необходимы на каждое направление подготовки, я тогда еще раз остановлюсь, на лингвистику повторю. На педагогическое образование и рекламу и связи с общественностью – русский, иностранный язык, любой иностранный, и общество знания. Инотуризм – русский, общество знания и история. Вот такие ЕГЭ необходимы на указанные направления подготовки. Если вы сомневаетесь в том, подходят ли ваши результаты ЕГЭ на то или иное направление, на нашем сайте НГЛУ есть такой сервис – калькулятор ЕГЭ. Вы туда вносите результаты тех ЕГЭ, которые вы получили, которые вы сдавали, и можете понять, на какое направление подготовки вы можете подавать документы. Лингвистический университет предлагает максимальное количество часов по иностранному языку на всех направлениях подготовки. Такого количества иностранного языка, как есть в нашем университете, и в частности на факультете английского языка, вы вряд ли где-то получите. Я приведу пример. На направлении подготовки лингвистика на первом курсе предлагается 16-18 часов английского языка, то есть это 8 или 9 пар в неделю. Такое количество часов иностранного языка. Мы можем условно говорить о лингвистических направлениях подготовки и нелингвистических направлениях. К лингвистическим мы относим лингвистику, педагогическое образование и филологию. Вот здесь примерно одинаковое количество часов иностранного языка. К условно-нелингвистическим, я бы сказала, мы отнесем рекламу и связи с общественностью и туризм. Но в нашем университете, на факультете английского языка, вот по этим направлениям подготовки, максимальное количество часов иностранного языка, которое можно предложить, не нарушая федерального государственного образовательного стандарта. Нигде в другом учебном заведении по данным направлениям подготовки вы вряд ли получите такое количество часов по иностранным языкам. По поводу второго иностранного языка, как вы уже услышали, частично, некоторые направления подготовки в учебном плане, в основной учебный план включаются два иностранных языка. Это лингвистика, как я уже сказала и объяснила. Это педагогическое образование с двумя профилями подготовки и туризм. Но по всем направлениям подготовки, которые мы предлагаем, есть бесплатный факультатив. И мы предлагаем студентам иностранный язык, второй иностранный язык, из всех тех, которые имеются в нашем университете. А их 13. Это и европейские языки, и восточные языки, и славянские языки. Вот любой из этих языков можно выбрать будет в качестве факультатива. Большим преимуществом обучения здесь является то, что группы по иностранным языкам малочисленные. До 15 человек состав группы. Вы, конечно, понимаете, что это стремление к качеству обучения, и это позволяет обеспечить качество, к которому мы стремимся. В таких небольших, малочисленных группах, конечно, каждый студент имеет возможность ответить, проявить себя. И преподаватель имеет возможность уделить каждому студенту внимание на занятия. Надо сказать, что наши учебные планы полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. И если говорить о бакалавриате особенно, а я сейчас говорила о бакалавриате, то во всех учебных планах имеются учебные и производственные практики. Это позволяет студентам окунуться в свою будущую профессию, а также, я бы сказала, дает шанс на будущее трудоустройство. Потому что зачастую после практики студенты, которые проявили себя во время производственной практики, получают предложение от работодателей продолжить работу там, где они проходили эту практику. Трудоустройство вообще, конечно, важный момент в любом обучении. И сейчас, когда вы поступаете, может быть, у вас еще нет вот такой четкой, понятной перспективы того, что вас ждет, когда вы закончите обучение по бакалавриату сначала. Но мы об этом тоже думаем. Мы отслеживаем, надо сказать, и проводим мониторинги дальнейшей профессиональной деятельности наших выпускников. И эти данные нас радуют, потому что до 80% выпускников факультета английского языка работают по специальности, по тому направлению подготовки, по которому они обучались. Это очень важно. Для наших студентов, наверное, большим и важным моментом, так же, как и для родителей, является то, что у студентов есть возможность в течение семестра или в течение трех месяцев обучаться в одном из наших зарубежных университетов-партнеров. Их достаточно много. У нас большое количество зарубежных партнеров в Германии, в Австрии, Италии, Хорватии, Сербии. Обычно студенты вторых, третьих курсов ездят на обучение в один из этих университетов. Вся информация о том, какие у нас есть университеты-партнеры, есть на нашем сайте в разделе «Международная деятельность». Это тоже можно посмотреть и, может быть, подумать о том, что было бы вам интересно. В университете есть достаточно большое количество дополнительных образовательных программ. И в частности, на нашем факультете, на факультете английского языка, мы также предлагаем студентам дополнительные образовательные программы, а также программы профессиональной переподготовки. Но одна из наиболее востребованных, я бы сказала, это программа переподготовки переводчик в сфере профессиональной коммуникации. Данная программа проводит подготовку студентов гуманитарных направлений подготовки. И по окончании, длится она два года, и по окончании, при успешном окончании, при успешной сдаче государственного экзамена, студент получает вместе с дипломом об основном образовании, получает приложение к этому диплому о том, что он имеет квалификацию переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Это может быть приложением к диплому о квалификации рекламы и связи с общественностью, соответственно, переводчик в сфере рекламы и связи с общественностью, переводчик в сфере туризма, переводчик в сфере менеджмента, в сфере международных отношений. Данная программа пользуется большим спросом и расширяет возможности наших выпускников на рынке труда. Кроме этого, есть дополнительные образовательные программы по иностранным языкам. Это турецкий язык, сербский язык, польский язык, чешский язык. При университете, при факультете английского языка работает Центр славянских языков и культур. Мы развиваем это направление также. И сербский и польский язык у нас преподают носители языка. Кроме этого, мы приглашаем иностранных преподавателей и для основных образовательных программ европейских языков. У нас работает преподаватель испанского языка из университета Кадис, итальянского языка. Китайский язык также преподают носители, японский язык преподают носители. Поэтому возможности для студентов очень широкие. В большей степени все зависит от прилежания, от желания, от усердия студента. Ну, может быть, предваряя какие-то вопросы, связанные с количеством бюджетных мест, мы скажем об этом чуть позже. Но на всех направлениях подготовки, реализуемых на факультете английского языка, есть бюджетные места. О количестве мы скажем. Ну и, естественно, есть план, определенный план приема на обучение по финансовому договору. Какие здесь есть возможности дополнительные для студентов? Во-первых, есть такое положение о предоставлении скидок на обучение и еще одно положение о переводе с внебюджетного обучения на бюджетное обучение. Если студент обучается в течение двух семестров на хорошо и отлично или только на отлично, то он имеет право подать заявление о предоставлении скидки. Каждый семестр заседает стипендиальная комиссия и комиссия по скидкам, и предоставляются такие скидки на оплату обучения. Кроме того, если появляется вакантное бюджетное место, а эта информация есть в открытом доступе на нашем сайте, то это бюджетное место также может занять студент, который соответствует требованиям положения о переводе с внебюджетного обучения на бюджетное обучение. Это тоже или отличная учеба в течение двух семестров, или обучение на хорошо и отлично в течение двух семестров. Также важным вопросом, наверное, является наличие общежития. У нас есть два общежития, и общежитие предоставляется вне зависимости от основы обучения, будьте вы бюджетным студентом или внебюджетным студентом, общежитие вам предоставят. И последние годы у нас не было проблем с предоставлением места в общежитии для первокурсников. Всем нуждающимся всегда предоставлялось такое место в общежитии. Ну и еще, наверное, один момент, тоже достаточно важный. Вы сейчас, наверное, не всегда до конца представляете, что вас ждет на том направлении подготовки, которое вы выбираете и куда вы поступите. Может вдруг так случиться, что вы понимаете, что вы ошиблись с выбором, что не подходит вам то направление подготовки, куда вы поступили. После первого семестра, при условии, что зимняя сессия будет закрыта, вы можете перейти на другое направление подготовки. Но только при условии, что зимняя экзаменационная сессия у вас будет успешно сдана. Вот такая возможность тоже есть. Перейти на другое направление подготовки. Еще один момент, который я упустила, говоря о направлениях подготовки. У нас лингвистика, направление подготовки лингвистика с профилем теории и методик преподавания иностранных языков и культур. Английский язык предлагается в двух вариантах. Британский вариант английского языка и американский вариант. О своем желании обучаться на том или ином варианте английского языка вам нужно заявить или в приемной комиссии, когда вы подаете заявление, или у нас есть такая опция на сайте, на нашем тоже вы можете свою заявку оставить и изъявить свое желание обучаться на том или ином варианте в группе с тем или иным вариантом английского языка. Ну а в целом, несмотря на то, что факультет наш очень большой, хочется сказать, что у нас очень дружный факультет, у нас очень комфортная психологическая обстановка и для студентов, и для преподавателей. И несмотря на то, что факультет один из тех, с чего собственно начался наш университет, мы, конечно, сочетаем и стараемся сочетать, и я думаю, делаем это успешно, те традиции, которые заложили предыдущие поколения и инновации, которые не могут не быть уже в современном учебном процессе. Поэтому будем рады видеть вас в числе наших студентов. Сейчас я, наверное, с удовольствием передам слово Татьяне Дмитриевне, она расскажет вам о тех особенностях подачи заявления и какие-то организационные вещи, которые всегда важны и всегда необходимо их знать. Спасибо, Анжелия Гюрдовна. Уважаемые абитуриенты и их родители, еще раз напоминаем, что вся информация о приемной комиссии по факультету английского языка есть на нашем сайте www.lun.ru. Также попробуем ответить на какие-то часто появляющиеся вопросы. Во-первых, это средние проходные баллы на определенное направление подготовки. К сожалению, в этом году мы еще не можем говорить о каких-то средних баллах, но можем ориентироваться на прошлый год. И данные по прошлому году вы также можете найти на нашем сайте в разделе «Абитуриенту». Также напоминаем, что документы вам не обязательно приносить лично. Вы можете подать их либо по электронной почте, либо по почте обычной. Также всю информацию о способах подачи документов вы можете найти на сайте. Напоминаем, что вам необходимо принести 6 фотографий, паспорт и аттестат свой. Также, что является особенным для факультета английского языка, одним из направлений является педагогическое образование, куда необходимо предоставить справку медицинскую. Также вы можете найти требования к этой справке на нашем сайте. И данная справка выдается в любой поликлинике по месту проживания. Какие-то еще вопросы у нас часто появляющиеся? Часто появляющиеся вопросы о количестве бюджетных мест. Конечно, всем хочется услышать количество бюджетных мест на наших направлениях подготовки. Начнем, наверное, с самого большего количества бюджетных мест. Это лингвистика, профиль, теория, методика преподавания иностранных языков и культур. С основным английским языком это 19 бюджетных мест. Также наше новое направление, испанский язык и английский язык, 4 бюджетных места. Что касается педагогического образования с одним профилем иностранный язык, это 4 бюджетных места. Иностранный язык с двумя профилями, английский язык и итальянский язык, 4 бюджетных места. И также 4 бюджетных места на английский язык и русский язык, как иностранный. Что касается туризма, в этом году у нас 8 бюджетных мест и на рекламу и связи с общественностью 7 бюджетных мест с английским языком как основным. Так, и может быть еще стоимость обучения. По стоимости обучения также один из самых часто задаваемых вопросов. Лингвистика с английским языком основным это 130 тысяч рублей в год. Испанский язык и английский язык как второй, 123 тысячи рублей. Педагогическое образование с одним профилем это 117 тысяч и та же сумма для педагогического образования с двумя профилями. Туризм 130 тысяч рублей в год и реклама и связи с общественностью та же стоимость 130 тысяч рублей в год. Ну, здесь только я еще одну ремарку скажу о том, что оплата производится по семестрам. По семестрам можно платить. Наверное, мы все-таки озвучим проходные баллы прошлого года, потому что это важно. Я объясню, что проходной балл формируется по итогам приемной кампании. Соответственно, сейчас мы только можем вам сказать проходные баллы по прошлому году. Что такое проходной балл? Если, например, у нас есть 19 бюджетных мест на лингвистику, на профиль теории методики преподавания иностранных языков и культур с основным языком английским, и вот последний человек, который пройдет на бюджетное место, то есть 19-й человек, будет иметь определенное количество баллов, это и будет считаться проходным баллом. Соответственно, мы сейчас, Татьяна Дмитриевна, озвучит те проходные баллы, которые были в прошлом году по этим направлениям подготовки, по бюджетной форме и вне бюджетной. Начнем с лингвистики. Если мы говорим о бюджете, проходной балл был 242 по бюджету и по финансовому договору 208. Лингвистика с испанским языком как основным, к сожалению, в прошлом году у нас не было бюджетных мест, но проходной балл по финансовому договору 163 балла. Педагогическое образование с одним профилем, бюджет 248 баллов, финансовый договор 150. И педагогическое образование с двумя профилями, также, к сожалению, не было бюджетных мест, но по финансовому договору английский язык плюс итальянский язык это 147 баллов, и английский язык плюс русский, как иностранный, 145 баллов. Филология на бюджет 230 баллов, на финансовый договор 150. Реклама и связь с общественностью, проходной балл на бюджет 252 и проходной балл на финансовый договор 144. По туризму также, к сожалению, мы не можем сказать проходные баллы, так как бюджетных мест не было. Спасибо. И еще раз напомню, что вся эта информация, и в том числе по приемной кампании 2018 года, есть на нашем сайте в разделе абитуриента, там все это можно посмотреть. Вот то, что сейчас мы вам рассказали, касалось в основном бакалавриата, в основном. Но даже если сейчас большинство тех, кто нас смотрит ориентированно на бакалавриат, я думаю, что многие из вас или родители ваши задумываются все-таки о том, что же дальше. И, конечно же, очень важно, что наш факультет предлагает второй уровень высшего образования после окончания бакалавриата, а именно магистратура. Магистратуру мы предлагаем по всем направлениям подготовки, кроме туризма. Ну, я думаю, что это дело буквально ближайших лет, когда мы откроем. И это направление подготовки туризма. Ну, а сейчас вот все направления подготовки по лингвистике, по педагогическому образованию, по рекламе и связям с общественностью, по филологии. Кроме того, по каждому направлению подготовки есть несколько магистрских программ, которые может выбрать выпускник бакалавриата или прошлых лет еще даже специалитета, и получить вот второй уровень высшего образования. Также по всем направлениям подготовки магистратуры имеются бюджетные места. Приходите, учитесь, получайте это образование, которое действительно позволит вам быть более востребованными на рынке труда. Вопрос. Появился один из вопросов. Насколько перспективны направления подготовки связи с общественностью и реклама? Что можно сказать о последующем трудоустройстве будущих специалистов? Ну, вот как я уже сказала, реклама и связи с общественностью – это одно из востребованных направлений подготовки. И вот когда я говорила о практиках, именно студенты вот этого направления подготовки получают максимальное количество предложений о будущем трудоустройстве во время практики. И если вы помните, я говорила о тех профилях, которые мы предлагаем по данному направлению подготовки. Это и специалист по рекламе и связям с общественностью в государственном и муниципальном управлении, и в коммерческой сфере. Соответственно, наши выпускники работают как в бизнес-структурах, в федеральных структурах, на производстве. Многие наши выпускники руководят пресс-службами, руководят отделами по связям с общественностью, являются помощниками депутатов, являются руководителями департаментом в государственных и муниципальных структурах. Поэтому здесь применение достаточно широкое. Я порекомендовала бы тем, кто интересуется определенными направлениями подготовки и еще не до конца понимает, что из себя будет представлять выпускник по данному направлению подготовки, можно посмотреть. На нашем сайте есть такой раздел «Учебный процесс». И в этом разделе подраздел «Основные образовательные программы, реализуемые в разных учебных годах». Откройте рекламу связи с общественностью, посмотрите, что включено в эту основную профессиональную образовательную программу, какие предметы есть в учебном плане, как организовано обучение. По каждому предмету там есть аннотация, какая форма контроля, где экзамены, где зачеты, что происходит во время практики. Это вам точно поможет принять правильное решение, посмотреть, насколько вам эта деятельность будет интересна. У нас появился еще один вопрос. Насколько интересна внеучебная деятельность в университете и чем можно заниматься после пар? На самом деле деятельность в университете очень кипит, так скажем. У нас есть и театр, широко известный в городе, и хор НГЛУ. Также большое количество различных факультативных дисциплин, которые вы можете посещать во внеучебное время. У нас есть спортивные секции в большом количестве, да. У нас есть педагогический отряд. У нас очень большой, кстати, вот я не сказала еще о чем, что важно, что у нас есть программы, летние программы для студентов. Есть международные программы и есть программы внутри страны. Одна из самых востребованных, наверное, программ не только студентами нашего университета, а вообще это программа Work and Travel, которая позволяет в течение лета студентам работать за рубежом и потом иметь определенное время на путешествие по той стране, которую они выбрали. Кроме этого, у нас есть договор с крупнейшей круизной пассажирской компанией «Водоход», которая приглашает наших студентов работать в качестве гидов, сопровождающих с туристами или администраторами на теплоходах. Тоже очень много наших студентов эту деятельность выбирают. Кроме этого, для студентов есть возможность работать в детских оздоровительных лагерях. Это частные лагеря, это и профильные какие-то лагеря, языковые лагеря. В качестве вожатых, в качестве воспитателей, в качестве преподавателей иностранного языка такая деятельность также востребована нашими студентами. У нас в этом году открылась такая возможность работать в детском оздоровительном лагере в Болгарии. В перспективе еще появится Греция. И, конечно же, у нас в стране тоже эти лагеря договора у нас есть, которые позволяют нашим студентам применить себя и летом тоже. Так, сколько всего дополнительных баллов дают сертификаты за школы, проводимые вашим университетом? Да, для абитуриентов мы проводим определенные мероприятия, которые позволяют в первую очередь, я бы сказала, понять, какой выбор сделать, как не ошибиться, как сделать правильный выбор и пойти на то направление подготовки, которое вам будет интересно. Наш факультет проводит осеннюю школу абитуриента и зимнюю школу абитуриента по всем направлениям подготовки. И школьники старших классов, 10-11 классов, могут в них поучаствовать, окунуться, так сказать, в студенческую жизнь по направлениям подготовки, которые реализуются у нас на факультете. Мы им предлагаем и практические занятия по иностранным языкам, мастер-классы, лекции по лингвистике, по филологии, по педагогическому образованию, рекламе и связям с общественностью и туризму. По итогам работы в школе каждый участник такой школы получает сертификат участника. Если вы предъявляете этот сертификат в приемной комиссии, подаете документы на то направление, по которому вы были в школе, то это вам прибавляет еще один дополнительный балл. Также давайте уточним, что каждый такой сертификат дает вам один балл, но вы можете набрать не более пяти баллов за такие сертификаты. Похоже, вопросов у нас больше нет пока. Если вопросов нет, я надеюсь, что мы предоставили вам достаточно полную информацию о нашем факультете, о тех направлениях подготовки, которые мы реализуем. Приходите, пожалуйста, к нам. Мы будем рады видеть вас в качестве студентов. Всего хорошего и успеха в этот уже, наверное, более простой период, чем единые государственные экзамены, но тем не менее очень-очень ответственные. Рады будем видеть вас в сентябре. Всего хорошего.